На территории городского округа Щелково осуществляют свою деятельность 12 ресурсоснабжающих и 37 управляющих организаций. Просроченная задолженность действующих компаний перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов на февраль 2020 года составляет более 147 миллионов рублей. В администрации прошла комиссия по долгам, на которой разбирались в данной проблеме. Мы пытаемся сейчас, на данный момент, объяснить и донести населению, управляющим организациям, что необходимо, согласно договорным отношениям, оплачивать за коммунальные услуги. Потому что вся цепочка населения, управляющая организация, ресурсоснабжающая организация, это все едино и все взаимосвязано. Просроченная задолженность действующих управляющих организаций за коммунальные ресурсы составила более 320 миллионов рублей, из которых более 88 за теплоснабжение, более 152 за водоснабжение и более 80 за электричество. Обратили внимание на большую задолженность ряда управляющих компаний. Их все было 14. Наибольшую, конечно, беспокойность вызывают первые из них три – это альтернатива, профсервис и ресурс. Приглашение на совещание получили управляющие компании, имеющие от двух и более месяцев просроченной задолженности. При условии неоднократного привлечения управляющей компанией к административной ответственности, Государственная жилищная инспекция имеет право лишить организацию лицензии. Так, например, на ООО «Профсервис» уже дважды было заведено административное дело. Инициировать лишение лицензии сейчас нам не позволяет только тот факт, что одно из административных дел было обжаловано в арбитражный суд Московской области. Как только состоится решение, мы будем обеспечивать отзыв лицензии. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.